И сегодня мы двигаемся дальше по эволюционной лестнице растений. Итак, если мы с вами помним, то эволюция происходила у растений каким образом? Что эволюционные изменения всегда несли какие-то положительные изменения в жизни растения, приспосабливая их к тому или иному, к тем или иным изменениям климата, к каким-то изменениям места жительства и так далее. И все это было направлено на то, чтобы растение лучше выживало, лучше размножалось, ну и как бы заселяло большую территорию какую-то. Если мы будем брать водоросли, водоросли, если вы помните, царствовали у нас только в морях и океанах, эволюционно, приобретя возможность выходить на сушу, появились у нас такие виды растений, как мхи. Если помните, мы с вами говорили, что у нас мхи были и водные, и, например, ричия водная была, и у нас были мхи, которые росли непосредственно во влажном климате, там, где вода помогала им размножаться. Далее эволюционно у нас появились голосеменные растения, которые достаточно длительное время царствовали на Земле. Благодаря тому, что им не нужна была вода для размножения, они могли заселять новые территории, достаточно большие территории. И вот эволюция у нас не стояла на месте, и тихонечко у нас появились растения покрытосеменные, которые у нас на данный момент владствуют на Земле, которая – это самая большая, такая самая обширная группа растений. И благодаря появлению генеративного органа таких растений, как цветок, у нас растение выиграло. Растение выиграло, растение стало более, как сказать, эволюционно приспособленным к изменениям климатическим и так далее. И смогло заселить достаточно огромную территорию. То есть на данный момент у нас покрытосеменные растения – это самая огромная, самая обширная, самая обширная территория занимает. Итак, если начинать сначала, что же такое покрытосеменные растения? Или по-другому их называют еще цветковыми растениями. И так, и так будет правильно. Это отдел высших растений. Отличительной особенностью является наличие генеративного органа – это цветка. Ну и, соответственно, у нас совершенно изменяется вид размножения растения. То есть в нашем случае, если мы берем голосеменные растения, вы помните, что там у нас был только один способ размножения – это размножение при помощи ветра. Здесь у нас появляется несколько способов размножения, то есть имеется в виду переноса пыльцы, несколько способов. Мы об этом поговорим немножечко позже. И плюс у нас появляется замкнутое влагалище, в котором у нас находится семипочка. Отдел покрытосеменных растений у нас самый многочисленный. Это примерно 250 тысяч видов по всему миру. И занимает, как я уже сказала, достаточно обширной территорией, как в холодном климате, так и в климате тропиков. То есть у нас, в принципе, практически везде, где у нас условия климатические позволяют, у нас произрастают данные растения. Тихонечко приспосабливаясь к климатическим изменениям, как мы уже с вами знаем. Ну и играют покрытосеменные у нас достаточно большую роль, поскольку они являются звеном пищевой цепи, продуцентами. И, соответственно, дают пищу для травоядных животных, которые, соответственно, у нас являются звеном пищевой цепи. Если мы будем говорить, опять-таки, про эволюцию, да, эволюция, она у нас играет достаточно большую роль. То есть если мы прослеживаем изменения растений, мы можем говорить с вами про эволюционные как раз-таки изменения. Что же у нас появляется такое у покрытосеменных или цветковых растений, что позволяет нашим растениям царствовать, преобладать? Что же это? Потому что у голосеменных и покрытосеменных все-таки не очень много различий, да, но они, конечно же, есть. В первую очередь у нас возникает цветок, да. Цветок у нас характерен только для покрытосеменных растений, и, соответственно, цветок у нас играет огромнейшую роль в размножении растений, так как он привлекает к себе животных и насекомых, которые помогают вот этому самому размножению, которые помогают приносить пыльцу и так далее. Мы с вами еще про пыление поговорим. Так, далее у нас появляется защищенный семизачаток. В отличие от голосеменных растений, у которых, соответственно, у нас семизачатки лежат открыто на стробилах, на чешуях стробил, у цветковых растений это все находится защищенное в завязи. И в этом плане растение выигрывает, да, потому что, если мы помним с вами, если мы с вами говорили об этом, то у голосемных растений может быть такая проблема, да, могла быть такая проблема, это как попадание каких-то инородных частиц, влаги и так далее вот в эти вот семизачатки, которые у нас лежат, как мы уже сказали, открыто, и которые могут быть подвержены как влиянию каким-то, ну, там, извне... микроорганизмам, веществам и так далее. Здесь у нас все защищено, да, все у нас защищено, плюс у нас наш прекрасный семизачаток у нас еще сам цветок защищает, потому что мы с вами помним, если мы видели с вами дневной цикл, вот этот суточный цикл цветка, то цветы у нас чаще всего закрывают свои лепестки, это мы помним, да, например, при влажной погоде они закрывают лепестки, то есть там и так далее, защищая... Самое ценное, что у них есть, это защищая, как, зависть с, господи, с семизачатками, да, которые нужно, соответственно, защищать от каких-то влияний извне. Так, далее у нас здесь появляется двойное оплодотворение, да, двойное оплодотворение у нас существует только у цветковых растений, оно связано с тем, что в зародышевый мешок у нас попадает два спермия, из одного из которых прорастает центральная клетка, и у нас еще плюс образуется питательное вещество эндосперм. Вот это вот двойное оплодотворение, оно у нас есть только у цветковых, да, ни у каких других больше видов мы это не видим. И если мы будем говорить с вами про отличительные особенности голосеменных растений, покрытосеменных, то, конечно же, здесь речь идет именно про двойное оплодотворение и образование семени, каким образом это все происходит, каким образом все это выглядит при оплодотворении. Мы об этом с вами еще поговорим. Так, до свидания. Плюс у нас возникает плод. Если мы с вами помним, то у голосемных растений у нас есть просто семя, которое защищено кожурой, которое высыпается из шишки при открытии чешуй. Если мы с вами будем говорить про, например, господи, про сосну, если вы помните, да, как выглядит плод сосны, там у нас есть семя и есть такая крылаточка, да, такое небольшое крылышко, которое взваниляет семени плавно, опускается парить по ветру. И опять-таки отличительная особенность покрытосеменных и голосеменных в том, что покрытосеменные растения, они могут свои плоды разносить на достаточно большой диапазон, позволяя своим, ну, дочерним, да, растениям занимать все новые территории. У голосеменных растений, вот куда ветер отнес, да, там они и будут прорастать. Или же куда они сами по себе свалились, если у нас была безветренная погода, они плавненько у нас осели под деревом, и там они будут, соответственно, прорастать. Будет у нас, соответственно, достаточно большая борьба за выживание, за свет, за территорию. И в этом плане голосеменные растения, конечно же, немного отстают, то есть, да, немного проигрывают. Опять-таки, возникновение плода у нас позволило растению приспособиться, привлекая животных или птиц, которые будут эти семена распространять. Мы с вами уже говорили, да, про это. Например, большинство птиц, если мы будем говорить с вами про, например, тех же там снегирей, тех же там каких-то, кто еще у нас синиц, они являются распространителем семян, позволяя занимать все новые территории растениям. Почему? Плод съедается, семя проходит у нас через пищеварительный тракт птицы, не повреждаясь, потому что, как мы знаем, у большинства семян достаточно сильная, крепкая, жесткая кожура, которую очень сложно переварить. Переварить, да, она, возможно, слегка размягчается в пищеварительном тракте и выходит у нас практически в первозданном виде. И, как вы понимаете, животные, в отличие от деревьев, да, они способны передвигаться, они переходят на новую территорию, и семя попадает совершенно в новое место обитания. Возможно, таким образом какие-то растения у нас размножаются, да, то есть занимают новые территории. Опять-таки, если мы будем говорить про возникновение плода, у нас некоторые растения размножаются благодаря еще животным, потому что животные делают какие-то тайники. Опять-таки, мы с вами говорили в прошлый раз, например, про белок. Помните, что у нас большинство дубов, большинство орешников у нас размножаются благодаря тому, что у нас белки просто делают в земле тайник и забывают, где они это сделали. И, соответственно, и дубы, и орешники, они размножаются из закопанного в достаточно плодородной почве ореха. Ну, или если мы говорим про желуд, да, желуд был закопан. Так, далее у нас у покрытосеменных растений возникает хорошо развитая проводящая ткань. То есть у нас здесь хорошо развитая ксилема развивается, да. Если мы будем говорить про сравнительную характеристику покрытосеменных и голосеменных растений, помните, что у голосеменных растений проводящая ткань у нас представлена терхидами, да, а у покрытосеменных у нас появляются сосуды. И вот здесь мы можем увидеть. Терхиды – это достаточно такие узкие, тонкие, вытянутые клетки, по которым у нас проходит жидкость, да. Это будет вода с растворенными минеральными веществами. Ксилема ее тянет от корней к ветвям, к листьям вверх, да. Это, мы говорили, лифт вверх. Терхиды, на самом деле, у нас существуют и у покрытосеменных растений, окружая сосуд. Но по терхидам, как мы знаем, у нас, ну, как сказать, достаточно проблематично проходит вода. Мы не будем говорить, что это совсем сложно. Но вот представьте себе, что если у нас есть достаточно большое количество очень тонких таких, как сказать, жилок, по которым у нас течет вот эта вода, утягивается вверх, где будет проходить лучший ток воды, ток вот этих соков, минеральных веществ? По тонким трубкам или по трубкам широким? Да, сосуды – это достаточно широкие клетки, такие, да, мертвые клетки. Мы с вами говорили, что ксилема – это у нас мертвая ткань. Достаточно они большие, широкие. Там у нас осматическое давление определенное присутствует. Ну и благодаря давлению корня и благодаря испарению воды листьев у нас ток жидкости происходит снизу наверх, да, к фотосинтезирующим элементам, к листьям. Так, далее у нас появляется очень интересная особенность покрытость семенных растений – это опыление. Мы с вами говорили, что у голос семенных растений размножение, опыление происходит благодаря ветру. И как вы понимаете, нам нужно направление ветра, нужное, да, нам нужна достаточно правильная погода, сухая, да, по которой у нас будет вот эта вот пыльца у голос семенных растений передвигаться и попадать в женские шишки стробилы. Эволюционно, если сравнивать голос семенные и покрытосеменные растения, покрытосеменные у нас выигрывают. Выигрывают во много-много раз. Почему? Потому что они нашли способ привлекать сторонних опылителей для улучшения качества размножения, для улучшения качества опыления. Например, у нас существуют растения, опыляемые растениями, опыляемые насекомыми, так называемые, да, медоносы какие-то, которые предлагают насекомым какой-то сладкий нектар в обмен на опыление. То есть, ну, понимаете, просто так насекомые опылять не будут, они не заинтересованы в этом цветке. Но если мы добавим в цветок немного сладкого нектара, или если мы добавим в цветок какой-то привлекающий насекомых запах, или же если мы добавим в цветок цвет яркий, привлекающий тех или иных насекомых, то у нас вольно или невольно насекомые будут стремиться к цветку, забираться внутрь чашечки, ну и, как вы понимаете, собирать вот эту вот пыльцу с тычинок, переносить впоследствии на другой цветок. Какое отличие у цветков с прикрестным опылением и самоопыляющихся цветков? Самоопыляющие цветки у нас обычно мелкие. Они у нас мелкие, собранные в кисти, да, в какие-то, либо же если у нас ветроопыляемые растения, то это растения небольшие, которые собраны в какие-то соцветия, в кисти и так далее. Да, почему так происходит? Это обычно не яркие, не ароматные цветы, потому что так как в самоопылении у нас ветер участвует, или же в опылении участвует ветер, или у нас присутствует самоопыление, то есть у цветка своя же пыльца попадает на пестик, цветы просто не заинтересованы в каком-то постороннем участии насекомых или животных. Так, я прошу прощения, я здесь аж три раза пчелу несчастную нашу вставила. На самом деле здесь должны быть еще жуки и мухи. Если мы будем говорить с вами про перекрестное опыление, то здесь у нас будут яркие, ароматные цветы, которые, как я уже сказала, которые будут привлекать насекомых, птиц, животных. Есть очень интересный цветок, Рафлезия арнольда, может быть, вы слышали, это самое вонючее растение на Земле и самое большое. Это паразит, примерно 100 сантиметров в диаметре цветок, совершенно огромный, который пахнет гнилым мясом, безумным, ужасным ароматом гнилого мяса. Предложить своим опылителям цветку нечего, то есть там нет мяса внутри, нет никакого привлекающего нектара, но есть безумно плохой аромат, на которые у нас слетаются мухи, невольно ползая внутри растения, привлеченные запахом, они, соответственно, собирают пыльцу и переносят его потом на другое растение. Это вы прекрасно понимаете. То есть разные растения по-разному у нас реагируют, по-разному у нас адаптируются под разные виды. опылителей. Далее у покрытосеменных растений у нас появляется ярусность. У голосемных растений и у других типов растений такого не было. Что значит ярусность? Это значит, что если мы будем брать лес, в лесу огромное количество у нас будет встречаться покрытосеменных растений, начиная от трав и заканчивая древесными формами, потому что, как мы уже сказали, покрытосеменные растения могут быть любой формы, и травянистые, и кустарниковые, и древовидные растения, древесные растения, у нас происходит борьба за освещенность. И здесь у нас появляется ярусность, многоярусное сообщество сосуществующих друг с другом растений, которые будут сосуществовать в борьбе за освещенность. То есть у нас в самом нижнем ярусе у нас будут какие-то низкорастущие растения, какие-то совсем мелкие, стелящиеся, возможно, травы. Потом у нас будут кустарниковые, во втором ярусе у нас, ой, в пятом ярусе, простите, это я наоборот снизу вверх вам называю. То есть в самом нижнем ярусе у нас будут какие-то стелящиеся формы растений, потом у нас, возможно, будут прямо стоячие какие-то крупные растения, потом у нас будут кустарники, у нас будут растения древесные, у нас будут более высокие виды, более высокие виды древесных растений, и они все вместе сосуществуют и прекрасно уживаются, и особо не конкурируют за освещенность. То есть в каждом ярусе растения уживаются, приспосабливаясь под тот или иной уровень освещенности. И мы с вами помним, что эволюционно у нас существуют растения светолюбивые, у нас есть растения тенелюбивые, и они друг с другом прекрасно уживаются вот в этих вот ярусах. Если мы будем говорить с вами про разнообразие, про много разнообразие наших видов растений, наших покрытосеменных растений, то это достаточно большой пласт растений с огромным количеством классов, с огромным количеством всевозможных видов растений. В настоящее время у нас идет работа над классификацией растений, и, возможно, у нас появляются новые классы. Не, новые классы, новые семейства, простите, пожалуйста. Потому что у нас в ГОСы появляются, да, у нас наука не стоит на месте, и на основании каких-то исследований у нас появляются новые выделения каких-то растений в новые семейства. Поэтому, ребята, если вдруг сейчас я назову какое-то семейство, и вы скажете, что это устарело, да, может такое быть, вы мне сообщайте, потому что у нас ежегодно какие-то нововведения у нас вводятся в нашу науку, в науку ботаники. Итак, у нас существует два класса. Это класс однодольный и класс двудольный, да. В школе, в школьной программе, к однодольным относят в основном злаки и лилейные. И вы, в принципе, изучаете только два семейства. Это семейство злаки и семейство лилейные. На самом деле сюда у нас еще входят асоковые и орхидные, да, растения, семейства. Если мы будем говорить с вами про двудольные растения, то здесь у нас существует, да, на данный момент пять. Я выделила пять семейств. Где-то в какой-то литературе у нас выделяют шестое семейство. Я сейчас про это вам скажу, да. Значит, у нас здесь есть капустный или крестоцветный. И так, и так правильно будет. Где-то говорят капустный, где-то крестоцветный. Сложноцветные, разоцветные, бобовые, мотыльковые и посленовые. Да, вот на данный момент у нас пять видов, пять семейств у нас здесь находятся, да. Возможно, в какой-то литературе они по-разному у нас называются. Сейчас поговорим с вами кратенько про каждое семейство. Если вдруг у вас будут какие-то дополнения, какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите или включайте микрофон. Мы с вами постараемся обсудить это. Потому что, например, если мы будем брать литературу, опять-таки, у нас существует литература школьная, у нас есть литература более высших учебных заведений. Например, если мы будем брать институтскую литературу, в институтской литературе у нас, например, из семейства лилейных у нас еще луковые выделяют. Как бы семейство луковые. То есть туда у нас входят лук, чеснок и другие виды таких вот растений подобных. По какой-то литературе лилейные не разделяются. Из лилейных лук, чеснок у нас не выходят в отдельное семейство. Здесь надо иметь понятие в современных ГОСах. Вроде бы по ГОСам этого года и вообще вот прошлого года у нас разделения нет. Но мы с вами все равно это проговорим, чтобы вы знали, если вдруг в Олимпиаде такой вопрос будет. Потому что Олимпиада, она идет быстрее школьного курса. Мы с вами это знаем. То есть в Олимпиаде у нас вопросы некоторые, выходящие за рамки школьного курса идут. Итак, начинаем стандартно мы с двудольных растений. Почему начинаем с двудольных? Потому что это более обширное семейство. Это обширный класс. Здесь достаточно много семейств. Они достаточно разнообразные. Разнообразные они по строению цветка, по своей структуре, по своим каким-то мелким функциям. Сейчас мы про это поговорим. Итак, чем отличается класс семейства двудольных? Значит, здесь у нас в составе зародыша обычно имеется две семидоли. В семидолях, если вы помните, у нас находится питательный запас веществ, который помогает при прорастании растений. Значит, вопреки распространенному мнению о том, что семена растений могут жить вечно, вечно в земле находиться, ожидая прорастания. На самом деле это не так. У нас существует какой-то определенный, простите, срок годности растения, при котором у нас растение может прорасти и может выжить. При слишком длительном нахождении в неблагоприятных условиях растение может потерять свою способность к прорастанию. Так мы можем, кстати, с вами часто видеть такую ситуацию, если мы покупаем, например, старые семена, которые мы хотим прорастить на своем, например, садовом участке или дома где-то посадить растения. У нас есть семена, которые слишком долго хранятся, которые теряют свою функцию и свою возможность вот этой вот жизнедеятельности, которые не могут прорастать. Значит, в первую очередь двудольные растения отличаются тем, что у них прорастание идет надземное. Что это значит? А это значит, что у нас при прорастании из семени сразу же одновременно начинает развиваться и корень, и начинает развиваться стебель с листьями. То есть у нас выходят на поверхность молодые листочки при условии, что у нас корень еще не очень сильно развит и не глубоко входит в субстрат, в почву. Почему это происходит? Потому что после прорастания растение начинает полностью полагаться на фотосинтез и фотосинтезировать питательные вот эти вот свои вещества запасающие. Листья. Если мы будем говорить про двудольные растения, то листья у нас есть здесь и простые, и сложные, да, с всевозможными видами желкования, но в основном у нас, да, существует здесь либо перистое, либо пальчатое желкование. Камбий. Камбий у нас здесь присутствует, и растения у нас в первую очередь утолщаются, растут в толщину, если мы с вами говорим, например, про растения древесного типа, то есть древовидные растения, древесные. То есть у нас существует камби. Здесь камби есть. У однодольных растений камби отсутствует. Это мы с вами помним еще со школьного курса. Корневая система. Корневая система, ну, чаще всего стержневого типа, да, это хорошо развитый центральный корень, достаточно сильный, который у нас будет на достаточно большое расстояние углубляться в почву, укореняться там, держать растения и питательные вещества высасывать. Так как у двудольных растений огромное количество растений – это древовидные формы, как вы понимаете, деревья у нас вырастают на достаточно большое расстояние, ну, на большую высоту, то нам нужен хороший, хорошо развитый корень, который будет держать растения надежно в почве. Ну, и цветок. Цветы здесь разные, на самом деле, но чаще всего у нас цветы пятичленные, да. Хорошо развитый и чашечка, и венчик, и на самом деле здесь в зависимости от того, какое семейство перед нами присутствует, мы можем видеть разную формулу цветка с разным количеством пестиков, да, пестиков, тычинок и с разным количеством лепестков. Например, если мы будем говорить про разоцветные, у нас существуют там, да, розы, у которых огромное количество лепестков, которые чаще всего показывают знаком бесконечности, что там их достаточно много, и их очень сложно подсчитать. Если мы будем говорить про семейство по отдельности, в первую очередь хочется выделить семейство капустное или семейство крестоцветное. Это самое простое семейство, самое простое в изучении. Почему? Потому что здесь всегда одинаковый цветок. Цветок у нас состоит из четырех свободных лепестков, несрощенных. Лепестки чаще всего свободные, но не чаще всего, а свободные. Четыре лепестка, четыре чашелистика. Значит, у нас здесь присутствует один пестик, ну и какое-то определенное количество тычинок, да, но чаще всего тычинок тоже четыре. То есть у нас, почему они называются крестоцветные? Потому что у нас крест-накрест. Два напротив двух. Два лепестка, ну как бы крестиком, да, не знаю, как сказать, четыре чашелистика, четыре лепестка и четыре тычинки. Самые простые, сюда у нас входят всевозможные виды капусты, сюда у нас входит, значит, сурепка, которая у нас здесь прекрасно себя чувствует, у нас показана. Сюда у нас входит горчица, ну и многие другие виды растений. По виду цветка крестоцветные проще всего отличить от других видов, потому что здесь очень примитивный, очень просто узнаваемый цветок. Так, если мы будем говорить про семейство розовых. С недавних пор в семействе розовых у нас выделяют отдельно вид роза, который прямо отдельно обсуждают, и именно в более такой литературе, не школьной, а более высоких, высших учебных заведений, выделяют вид роза, который отдельно у нас изучается. Почему? Потому что если мы будем говорить про природные, да, не, так, не садовые типы цветов, да, если вот у нас здесь есть шиповник обыкновенный, да, то у нас обычно это цветок с пятью лепестками, с пятью чешелистиками, с большим количеством пестиков и с большим количеством тычинок. В прошлый раз мы с вами говорили про формулу цветка, насчет пестики и тычинки, там у нас обозначается знак бесконечности или по-другому восьмерка положенная на бок, да, то есть показывает достаточно большое количество именно пестиков тычинок. Значит, среди разоцветных или розовых, где как, да, это называется семейство, сюда у нас входят всевозможные садовые культуры, это яблони, яблони, груши, и сливы, абрикосы и так далее. Сюда же входят ягоды, да, малины, ежевики и так далее. Ну и плюс у нас дикорастущих, дикорастущие растения, такие как шиповник, такие как боярышник и так далее, да, лекарственные растения. Если мы будем говорить про розы, как я уже сказала, розы сейчас отдельно изучаются, потому что в связи с тем, что у нас постоянно данный вид улучшается, из-за того, что у нас данный вид постоянно выводится, да, у нас количество, количество и качество цветов тоже меняется. То есть у нас формула цветка, если мы будем говорить про садовые розы, она отличается от привычного, от привычной нам формулы цветка разоцветных. То есть у нас там будет стабильно 5 чашелистиков, бесконечное количество лепестков, бесконечное количество тычинок и бесконечное количество пестиков. Это мы с вами знаем. Почему бесконечное? Это мы не имеем в виду, что мы их считать не будем, их достаточно много. Посчитать их достаточно будет проблематичным. Плоды у нас у разоцветных достаточно разнообразные, да, и яблоки есть, и есть костянки, и так далее, так далее. То есть в зависимости от вида, который находится перед нами. Далее у нас идет семейство бобовые. В отличие от всех остальных видов у бобовых, у семейства бобовых у нас присутствует неправильный цветок. Да, что значит неправильный цветок? Это значит, что он у нас находится, как это сказать, в одной плоскости. Если вы помните, неправильный цветок у нас обозначается стрелочкой вверх в формуле цветка. Значит, здесь у нас огромное количество кустарников, здесь у нас огромное количество трав, огромное количество деревьев. У нас существуют здесь лианы, есть у нас растения здесь и ядовитые, и у нас здесь есть растения и садовые, и декоративные, и даже растения, которые мы обычно употребляем в пищу, то есть которые садово-огородная культура. Но чаще всего цветок представлен у нас пятью чашелистиками, пятью лепестками. У нас порядка десяти тычинок. Причем, ну, чаще всего у нас это у большинства бобовых или мотыльковых, по-другому у нас семейство наше называется, у нас представлено девять сросшихся тычинок и одна тычинка свобода живущей, простите, да, и одна свободная тычинка. Также у нас чаще всего здесь находится один пестик. Значит, представлены чаще всего, ну, самые наши известные – это горох. Также вы можете видеть бобовые – это, например, люпины, да, наши известные, которые мы с вами прекрасно знаем. Потом из древесных видов сюда у нас относится акация. И, кстати, самое интересное – большинство акаций, они ядовитые. Поэтому, если, может быть, вы слышали, что очень многие виды акации, особенно те, которые у нас живут, например, африканские виды, которые чаще всего употребляют в пищу травоядные животные, они выработали защитный механизм именно в виде ядовитого вещества в составе листьев. Но, например, жирафы, они имеют устойчивость к этому яду и совершенно на него не реагируют. Так, что еще хочу сказать? Здесь у нас плод всегда боб. То есть здесь у нас такая вот особенность – плод боб. Ну и еще, что интересно, ценность этих растений обуславливается в том, что они живут в симбиозе с микроорганизмами, которые находятся у них в клубеньках, в корнях, которые у нас усваивают азот из воздуха и им насыщают почву. Поэтому чаще всего, как садовая культура, как садово-огородная культура, бобовые чаще всего сажаются на, например, сельскохозяйственных землях для того, чтобы у нас земля отдохнула. Может быть, вы слышали, есть такой термин. Когда у нас на земле долгое время сажаются какие-то культуры, например, злаки, потом после злаков чаще всего у нас там капустные какие-нибудь виды или тыквенные виды высаживаются, и потом, чтобы дать земле отдохнуть и восстановиться, высаживают у нас растения бобовые. По крайней мере, это было до того момента, как у нас начали вырабатывать и производить большое количество удобрений. Потому что считалось, что если очень долгое, длительное время на сельскохозяйственной земле у нас высаживать какие-то садово-огородные виды, то у нас земля, ну, как сказать, вырождается. И для того, чтобы ее напитать питательными веществами, для того, чтобы земля отдохнула, у нас сажают очень часто именно семейства, либо бобовые, либо крестоцветные, для того, чтобы у нас земля отдохнула. Так. Посленовая. Посленовая культура очень интересная. Сюда у нас входят травянистые растения. Большинство растений мы знаем по овощным культурам. Это томаты, это перцы и, конечно, самое известное, это наш картофель, который мы потребляем в пищу. Причем картофель чаще всего мы в пищу, ну, в принципе, мы в пищу употребляем именно клубни этого растения. Несмотря на то, что плодом, плодом картофеля у нас является что? Ягода. Наша ягода, которая похожа на маленький помидорчик, только черного цвета. Так вот, может быть, вы слышали, что первые крестьяне, которые в России пытались развести картофель, очень много было случаев гибели крестьян, потому что они употребляли в пищу не клубни, они употребляли в пищу именно ягоды данного растения, которые являются ядовитыми. Вообще, в принципе, посленовые растения это у нас ядовитое растение. И сюда входят такие еще растения, как белина, как дурман, которые употребление в пищу как цветов, так и плодов приводит к отравлению вплоть до летального исхода. Чем интересен данный вид? Здесь у нас совершенно обычная формула цветка. Здесь у нас есть пять чашелистиков, пять лепестков, пять тычинок и пестик. Причем самое интересное, что именно у посленовых, у всех видов у нас и чашелистики, и лепестки, и тычинки у нас сросшиеся друг с другом. Вот. Такая вот интересная вещь. И, например, если мы будем с вами говорить про, например, белину или про дурман, там сращивание лепестков намного более глубокое. То есть они, сами цветы, имеют вид такого, такой воронкообразный вид. Вот. Значит, при употреблении в пищу посленовых, например, при употреблении в пищу помидор, если вы, да, или томатов, правильно это сказано, мы знаем, что нужно обязательно вырезать то место, где у нас крепилось вот это вот место, да, которое у нас, где идет прикрепление ягоды к стеблю. Да, почему? Потому что там у нас самая большая концентрация вредных вот этих вот всех ядовитых веществ. Погибнуть, конечно, от этого нельзя и отравиться этим нельзя, но все-таки существует такое, да, поверье древнее, которое у нас пошло еще со времен разведения первого картофеля и так далее, что эти места именно на вот этих вот овощных культурах посленовых нужно обязательно удалять. Итак, далее семейство сложноцветных у нас идет. Семейство сложноцветных самое интересное семейство, потому что оно делится еще на несколько видов подсемейств в зависимости от вида цветка. Итак, если мы будем брать с вами семейство сложноцветных, то это достаточно крупное семейство по сравнению с остальными семействами. У нас здесь существует примерно 300 тысяч видов цветковых растений. Сюда у нас относятся наши знакомые и астры, и хризантемы, и васильки, и ромашки, и одуванчики, и, как вы понимаете, сюда же относится и наш подсолнечник. Чем у нас различаются виды астровых или сложноцветных растений? Различаются они видом цветка. Цветы у нас бывают чаще всего либо язычковые, либо ложные язычковые, либо трубчатые, либо воронкообразные в зависимости от вида цветов. То есть вы можете увидеть, например, одуванчик, это язычковый тип цветка, или вы можете увидеть василек, который тоже является у нас сложноцветным, видом сложноцветного семейства, но выглядят данные растения по-разному. Почему у нас выглядят по-разному? Да потому что у них цветы разного вида. Мы на этом с вами останавливаться не будем, потому что разбор видов цветов сложноцветных растений это у нас не школьный курс, потому что здесь мы в принципе особо на этом не останавливаемся. Значит, цветки у нас достаточно мелкие, собраны в соцветия корзинку, создается ощущение, что у нас один большой цветок. На самом деле цветов у нас очень много. Значит, если мы будем брать с вами растение под названием подсолнечник, здесь оно у нас представлено, вот он какой у нас красивый, то те лепестки, которые мы с вами видим вокруг, это у нас ложноязычные соцветия, то есть это у нас на самом деле не являются так называемыми лепестками растениям. Плоды у нас семянки, да, чаще всего самый распространенный плод, который мы чаще всего видим, это вот семечка, да, семечки, наверное, все любят, все знают, как они выглядят, вот это плод у нас ну и у нас в основном, конечно же, представлено травнистыми растениями, то есть это травы. Если мы будем говорить с вами про однодольные растения, мы сейчас однодольные с вами быстренько пройдем и на этом мы с вами сегодня заканчиваем, потому что у нас с вами занятие подходит к концу. Если мы сравниваем однодольные и двудольные, то однодольные у нас выглядят на самом деле намного проще. Здесь у нас зародыш содержит только одну семидолю, листья у нас простые, лишенные черешка, крепятся они непосредственно сразу к стеблю, у них существует так называемое влагалище, которым они крепятся к стеблю, чаще всего влагалище у нас существует у злаковых растений и несет функцию защиты узла, потому что у нас самая главная защита узла от попадания туда влаги и каких-то болезнетворных микроорганизмов, которые могут повредить растения. Камби у нас отсутствуют, то есть у нас эти растения они у нас не растут в ширину, в толщину. рост у нас происходит например у злаковых растений при помощи узлов, то есть они удлиняются именно тип этот господи, меристема у нас промежуточная меристема узловая. Значит, корневая система у нас чаще всего мочковатая и жизненная форма здесь у нас только в основном только травы. Древесная форма у нас настолько редки, очень редки. Почему травы? Потому что так как камби нету, у нас не происходит утолщение, то есть у нас до какого-то определенного уровня на генетическом как бы уровне, на заложенном уровне у нас дорастает растение и оно прекращает расти. Толще оно уже не станет. Здесь у нас присутствуют как однолетние, так и многолетние виды растений. Итак, значит, семейство первое, это у нас лилейные. Смотрите, из семейства лилейных в некоторых источниках у нас выделяется еще семейство луковое. Где-то у нас это выделяется, то есть лук, чеснок, спаржа в каких-то у нас в каких-то источниках их выделяют в отдельное семейство. Я не могу сейчас сказать по поводу в ГОСов. На новых в ГОСах является ли у нас разделение. Это надо уточнять. Это когда у нас будут курсы по данному, по данным в ГОСам, там будет это видно, да, видно, слышно и так далее. Плюс это вы узнаете по поводу этих в ГОСов, когда вы будете готовиться и к ГОСам, и когда просто в школе очень часто про это дело говорят и выпускают какие-то обновления. Но вот в высших учебных заведениях луковые у нас выделяют в отдельное семейство. Значит, сюда у нас входят многолетние травы луковичные. Так, соцветие у нас состоит из шести лепестков, которые у нас находятся в двух кругах. Если мы будем говорить с вами про цветок лилии или же про цветок тюльпана, да, существует у нас также шесть тычинок. Тычинки чаще всего у нас находятся, ну, тычинки у нас прикреплены непосредственно к лепестку. Чешелистики у нас здесь отсутствуют. В некоторых формах растений у нас сросно лепестность идет, то есть лепестки сросшиеся, например, если мы будем говорить с вами про ландыш. И также у нас существует три сросшихся пестика. То есть у нас пестик состоит как бы из трех частей. Чаще всего опыляются у нас, конечно же, насекомыми, за исключением, например, лука, потому что лук, чеснок, как вы знаете, они опыляются ветром. Как мы уже говорили, если у нас опыляется растение ветром, то это непахучие мелкие цветы, которые у нас собраны в какую-то кисть, в метелку или в какое-то соцветие, цветов, которые расположены у нас близко друг к другу, и благодаря чему у нас упрощается именно пыление ветром, потому что далеко пыльцу ветру нести не надо. Дальше у нас семейство злаки. Отличается чем? что здесь у нас есть узлы, как я уже с вами вам говорила, у нас существуют узлы, и у нас идет рост в длину благодаря узлам, то есть в узлах у нас существует именно миристема. Узлы у нас у растений наших очень плотно защищаются, защищаются листом, защищаются влагалищем, вот этим вот влагалищем листовым, что еще у нас интересно? Чаще всего в принципе это у нас однолетние растения, если мы говорим с вами про дикорастущие растения, то это у нас луговые и полевые виды, ну а как вы знаете культурные наши виды это те злаки, которые сажаются на сельскохозяйственных полях, это рожа, овес, это у нас пшеница, значит у нас интересный цветок пшеницы, вот он здесь у нас показан, это две цветковые чешуи, да, две цветковые пленки, три тычинки и пестик, ну и плод у нас в данном случае зерновка, вот такое вот у нас достаточно богатое семейство достаточно богатое семейство злаков, в том плане сюда у нас входит достаточно большое на это выглядят они все одинаково и достаточно просто у нас устроены.